Добрый день, гости и подписчики канала. Сегодня ловлю щуку, оцениваю прозрачность воды в сумерках, провожу ночную разведку щучьей активности. 11 марта. Началось похолодание. Температура воды падает. Всю неделю прогноз обещает дожди. Поэтому выскочил после обеда проведать щук. Неприятный восточный ветер. Начинаю с дальнобойных воблеров, хорошо пробивающих ветер. Это 110-й Болисонг и Шакал Реренч. Реренч яростно атакует щука. Делает две свечки. Меняю на золотой орбит. Поклевка щуки под двушку. Несколько свечек и сход. Через несколько забросов поклевка снова на орбит в цвете золота. Хорошенькая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мой стиль. Если воблер ловит, убираю. Ставлю другой. Задача разловить больше воблеров. Меняю с десяток воблеров. Тишина. Ставлю любимчика по пассивной щуке. Юзури Элминоу 66. Воблер тонущий. Проводка рывок пауза. Пару секунд. На которой воблер аппетитно сыпется. Через несколько забросов вытягиваю щучку в месте, где полчаса полосал с десяток воблеров. Видишь, как она аккуратненько взяла? По половому отверстию определяю, что это самка. К нересту она не готова. Так как март по прогнозу холодный, то нерест, скорее всего, начнется в апреле. Перехожу на инквизитор в цвете пайк. Мэттайгер принципиально не ставлю, потому что на него ловят все. Упираюсь в шокал РВ Миноу 110П. На равномерной проводке несколько раз щуки идут за воблером. Решаю добрать щуку еще более агрессивным воблером. Раппала Скаттер Рэп Миноу. При равномерной проводке эта приманка, благодаря особой форме лопатки, совершает размашистые рывки со стороны в сторону. При этом играет как классический крэнк. В сумерках оцениваю прозрачность воды. Видимость до двух метров. Неделю назад прозрак составлял всего метр. Тогда мы с Виталием провели ночную разведку щучьих мест. Видели. Субтитры сделал DimaTorzok Видели несколько десятков щук. Большинство на дне в камышах. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Выводы. На озере Торфей еще не жор, но активность щук возросла. Появились агрессивные щучьи атаки. Щуки начали делать свечки. Появилось больше поклевок на чистом. Щуки начали чаще сопровождать воблеры до лодки. Тычки тоже присутствуют. Еще неделя дождей, а затем потепление. И ждем преднерестового жора. Всем ни хвоста, ни чешуи. КОНЕЦ